Я 28 лет. Здесь работаю примерно в одних и тех же условиях. У нас бывает, что во время дождя и с потолка капает. Не обращать на это внимания сложно, но ситуация такова. Надежда на новое здание была, когда в свое время район попал в программу 80 на 80. Но из-за недостатка финансирования, долгожданного и для врачей, и для жителей события тогда и не случилось. Все мы видим эти обшарпанные стены. Хотелось бы, чтобы здесь было почище, покрасивее, свежий ремонт. Кстати, ремонт уже ведется. В больничном городке Зональной ЦРБ сейчас ремонтируют здания терапевтического и детского отделений больницы. В прошлом году обновили детскую поликлинику. Готовятся здесь ввести в эксплуатацию и новое оборудование. Рентгенограф, флюорограф, маммограф. Их установят уже в отремонтированном здании больницы. То есть они полностью делают отделение лучевой терапии. Полностью, отдельно. Как ведутся работы, приехали посмотреть спикера КЗС Александр Романенко и замминистра здравоохранения региона Владимир Лещенко. Глава краевого парламента уверен, поликлинику надо строить на месте старого здания, чтобы сохранить медицинский городок. По словам Романенко, это удобно. К тому же подобные есть во многих районах региона. Действительно нужно компоновать наше лечебное учреждение, чтобы это было и доступно, и комфортно населению, и удобно работать медицинским работникам. Мы, краевые депутаты, формируем в целом краевой бюджет, в том числе и участие региона в реализации наших федеральных программ, национальных проектов. Что касается краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения, то в ее рамках построят 130 объектов в 93 медицинских организациях. Средства на ближайшие годы уже выделены порядка 5 миллиардов рублей. Замминистра региона назвал такую работу вторым дыханием здравоохранения, ведь после объектов краевого значения, теперь основное внимание сельским, ФАПам, поликлиникам, амбулаториям. Особенно еще что радует, что это не замкнутая такая вот перечень мероприятий, а актуализация программы проходит ежегодно. Вы понимаете, что потребности растут, нарастают, то есть абсолютно адаптированы к потребностям в реальном здравоохранении. Новую поликлинику в Зональном ждут все, и главный врач ЦРБ, наверное, больше других. Ведь принимая на работу в этом году двух новых терапевтов, остро стоял вопрос, где их разместить. Мы входили в программу 80 на 80, но было облегчение программы по финансовым проблемам, и мы, к сожалению, из этой программы плавно вышли. И вот сейчас это повторный вход при Викторе Петровиче, надеюсь, что последний. Татьяна Голубева, День с толком. 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 Татьяна Голубева, День с толком.